Химия в помощь. В республиканской столице на ее окраинах началась обработка очагов карантинной растительности, амброзии и конопли с специальными препаратами. Химикаты полностью безопасны для людей и смертельны для нежелательных растений. Вместе со специалистами на борьбу с ними отправилась Фатима Даурова. Коварного врага с божественным названием можно встретить на приусадебных участках вдоль дорог, а у нас на юге России, к сожалению, на каждом пустыре. Трава внесена в список карантинных растений. Считается одним из самых сильнейших аллергенов и вдобавок к тому, что самый распространенный сорняк на юге. Гербицидная обработка растения, которая выжигает его полностью, одно из самых эффективных средств в борьбе с амброзией. Сотрудники Россельхозцентра вместе с представителями городского муниципалитета планируют за две недели обработать выявленные очаги произрастания вредоносной растительности площадью 100 гектаров. Когда она еще небольшая, невысокая, как сейчас, на начало июля, она действенная, эта обработка. А какое время вы подбираете для обработки? Нужно специальное время? Ну, что касаемо амброзии, то до периода цветения. Это до 20-25 чисел июля. Не позднее, потому как после того, как она начинает цвести, мы прекращаем все работы. Специальная обработка амброзии в городе ведется с 2015 года. Первые три года обрабатывалось 200 гектаров. На сегодняшний день площадь воздействия сократилась вдвое, что говорит об эффективности химической обработки. Но, тем не менее, особенность амброзии не позволяет расслабиться. Но помним о том, что амброзия, схожесть семян, сохраняет до 40 лет, поэтому снижать темпы ни в коем случае нельзя. Это такой карантинный сорняк, который даже незрелые семена, они сохраняют свою схожесть до 14 лет. Они входят в диапаузу, в состояние покоя, и даже вторичный покой у них есть. Поэтому надеяться на то, что незрелое семя упало и не даст росток, на это нельзя. Поднимилась борцов с карантинными растениями, попала и другая трава. И по вполне понятным причинам. Бороться с коноплей при помощи гербицидов наравне с амброзией начали в 2019 году. Совместная работа муниципалитета, правоохранительных органов и ростельхозцентра дает свои результаты. По сравнению с прошлым годом, площадь сократилась. Мы в прошлом году, которые точки опрыскали, в этом году ездили, смотрели. Из всех точек только на одной точке осталось конопляно. Хоть и любили древние греки амброзию и считали её не иначе, как пищей вагов, в современных реалиях предпочтения эллинов не актуальны. К сожалению, в пору цветения от её пыльцы страдают тысячи людей. И своевременная обработка молодых ростков сейчас в разы сокращает возможное негативное воздействие амброзии на аллергиков в будущем. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Продолжение следует...